Итак, друзья, всем привет! Сегодня 2 августа 2020 года. Сейчас, друзья, где-то около 7 часов утра, а я уже у себя на тачке, на тачке номер один. Вчера, друзья, я закончил здесь снятие всех магазинов, и у меня тачок себя преобразился вот таким образом. Все наши ули стоят без надставок. Сейчас у нас на Урале как бы взяток идет, но небольшой такой, небольшой поддерживающий. Все, что они приносят, фактически это все уже у них уходит как бы, ну съедается, скажем так. Что я приехал, зачем я приехал так рано? Друзья, сейчас все медовые надставки у меня сняты, мед этот будет откачиваться. А то, что сейчас здесь у меня стоят вот эти ули, сейчас они у меня будут обрабатываться от клеща вара. Это, друзья, самое важное после снятия наших магазинных надставок. Так как товарный мед мы у них взяли, осталось теперь у них место. Зачем я буду обрабатывать так рано? Вроде бы еще и начало августа. Ну, для того, друзья, борьбу с клещом нужно не останавливаться. Ее нужно обязательно вести. Если взять прошедший год в ту весну, летом я обработки никакие не делал. И раньше никогда не делал ничего. Только по осени, после медосбора один раз там бипином. Потом осенью еще в сентябре. Ну и третий раз, может быть, там где-то в конце октября делась обработка бипином. Либо ставились полоски после медосбора сразу. Но итог был такой. В прошлом году была сильная заклещенность у меня на пасеке. Сильная, но я бы не сказал, что суперсильная. Некоторые пчеловоды вообще потеряли много семей у нас здесь, в нашей местности. Ну, у меня семей десять, я уже не раз говорил, ну, как бы отошли. В сентябре пчела исчезла. А так она, как бы, в августе еще была, вот эта старая пчела. А вот который расплод пошел у них, который августовский расплод, пчела августовская. А ее, как бы, фактически не было. В общем, мед был. Пчелы не было. Как их называют? Это коллапсы, слет пчел. Ну, уже не один раз уже говорилось о том, что никуда пчела не улетает. Роем, а просто она улетает из улья умирать вне улья. Она покидает свой улья, свою колонию пчелиную. Так что, обработку я в эту весну, лето я делал. И буду делать сейчас, после снятия наших магазинных наставок. Ну, осенью посмотрим, заклещенность какая будет, заклещенность. Будет, не будет, слет. Так что, друзья, сейчас я буду обрабатывать пчел. Обрабатывать буду это средство. У меня бипин. Делает с керосином. Но у меня керосина нет очищенного. Розжиг для мангала. Я буду использовать в состав жидкие парафины. Не знаю почему, где-то такая информация мне давно уже попалась. Кто-то этим средством уже обрабатывал. Я попробовал, у меня все получается. Клещ сыплется и все. Никаких побочных явлений я не заметил. Это заместо керосина имеется в виду. Также обрабатываю флавовинат с муравьиной кислотой. Почему? Дело в том, что в том году, вот именно на этом точке номер один, я замечал, здесь у меня бывало, что ползали пчелы. Возможно, это из-за клеща вара. И это тоже, возможно, может быть и от архейного клеща. Как бы пчела также может быть ползать на территории тачка, пасеки, допустим. И я обрабатывал этой муравьиной кислотой, флавовинатом. Это спрей. Ну, это я брал его с Китая. 550 миллилитров. Ну, и флаконы сейчас там, по-моему, поменьше продаются. 350, наверное, вместимость флавовинат с муравинкой. Муравинку тоже, как бы, нужно обязательно, я считаю, использовать. Ну, это дело каждого. Но я ее использую. Хотя бы однократно делаю обработку. Это все равно против тархейного клеща нужно, как бы, предостерегаться его. Кто его знает. Есть он там, не есть. Ну, лучше обработать. Вот, спокойнее. Друзья, вот такая небольшая информация. Зачем и почему я сейчас обрабатываю, буду обрабатывать своих пчел от леща вора. Ну, и я буду работать сейчас. Я, наконец-то, я приобрел вот такую дымпушку. Была у меня не такая, если кто помнит. Там были баллоны круглые такие, одноразовые. Их трудно достать. И они в три раза дороже вот этих обычных. Купил я другую дымпушку. Думаю, проблем с газом у меня теперь не будет. Эти баллоны продаются. Ну, и их проще достать, скажем так. В общем, как раствор, друзья, готовлю. По инструкции, когда я получил вот этот агрегат. Агрегат Варроед, называется. Там написано 75 миллилитров очищенного керосина на 5 ампул по одному миллилитру. Раньше я делал, была информация у меня, 100 миллилитров на 5 ампул. Друзья, напишите комментарий, почему так произошло, что сейчас рекомендуют 75 миллилитров. Если кто-то знает, конечно. Ну, я думаю, ничего такого тут нет. Чуть-чуть поменьше жидкости. Ампулу я давлю вот таким образом в растворе. В общем, все перемешиваю. Воронка с ситом у меня здесь. Ситечка. Ну и что? Стекло. Все сюда высыпаю. Стекло в дымпушку не попадает. Все просеивает, процеживается. Ну вот, смотрите, какой эффект, друзья. Сильная струя идет. Ну, в принципе, быстро получается. Сильная струя идет. Пчелы настолько много. Вчера убрал здесь магазинные надставки, пчела не помещается, здесь тоже самое, но тем не менее все равно обработку я сделаю, какая-то часть клеща все равно сыплется. Если друзья не обрабатывать, то это будет конечно минус. Тем самым я все равно часть клеща собью, и естественно клеща будет у нас в уле меньше на пчелах. И этот плещ меньше попадет в ячейки, в будущий расплод, который сейчас будет выводиться в августе, и которая пчела пойдет у нас в зиму. Итак, друзья, я быстренько пробежался по тачку, обработал все свои пчелосемьи здесь, которые стоят. Ну, друзья, если кому была интересна моя информация, и кто видео досмотрел до конца, не забываем поставить лайк. Кто, друзья, не подписался, подписывайтесь. Там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи, пока-пока.